Привет, друзья. Россияне боятся НАТО и квадроберов, трансгендеров и геев. Так ли это? И кого или чего им на самом деле надо бояться? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Мы недавно разбирали страхи и опасения Путина, чего может на самом деле бояться человек, начавший самую разрушительную войну за последние 80 лет в Европе, построивший самую уродливую, самую калечную конструкцию государственной власти в российской истории, полностью оболванивший свой народ и лишивший его будущего. Если вы пропустили, обязательно найдите этот эпизод «Сути в деталях», там любопытно. Но в то же время, в тот же момент, как мы начали монтировать эту программу, я понял, что этот обзор фобий на самом деле не может быть полным без рассмотрения страхов и опасений, которые есть у российского народа. Ибо я уж точно не являюсь сторонником разделения, что, мол, Путин отдельно, а котлеты, то есть российский народ, это отдельно. Путин является не просто представителем, но и выразителем чаяния российского народа. Да, самых темных его сторон. Но что делать, если на данном этапе существования государства российского самые темные стороны как раз и были тем же Путином подняты из самых глубин зловонного ила на дне, на самую поверхность. Если бы не было что поднимать, все его старания так и остались бы просто кругами на воде. И я прекрасно понимаю, что темные стороны есть у любого народа. Вообще, в принципе, человеку свойственно довольно быстро сбрасывать цивилизованный костюм, особенно если речь идет о выживании. Но для меня всегда оставался вопрос, почему у огромной, подавляющей массы россиян это не вызвало никакого отторжения, ну или хотя бы смущения. И они чуть ли не с радостью снова окунулись в пучину каких-то дремучих фобий, предрассудков. Почему они с радостью принялись бравировать самыми темными своими качествами и способностями? Почему с таким удовольствием и полной уверенностью в собственной правоте они окунулись в пучину заблуждений? И самое главное, чего им стоит бояться на самом деле? Чего стоит опасаться и какие реальные, а не мифические опасности ждут их в будущем? Все это я обсудил с Натальей Пелевиной и Игорем Эйдманом. Оставайтесь, будет интересно. Я иногда себя ловлю на мысли о том, что россияне это сейчас, ну, наверное, одна из самых агрессивных наций, но в то же время одна из самых боящихся всего наций на свете. Ну, то есть, вот, Россия боится нацистов и бандеровцев, россияне боятся трансгендеров из НАТО, они боятся геев, они боятся, ну, короче, они боятся все, чего угодно, кроме того, что им на самом деле стоит бояться. И вот эти вот страхи, которые на самом деле у россиян есть и которые у них должны быть, по идее, я их хочу с вами сегодня обсудить. И первым страх хочу обсудить, который, с моей точки зрения, жителям Советского Союза когда-то, а потом жителям независимого Украины, является абсолютно искусным и совершенно лишним. Это страх перед, страх в особенности у патриотических россиян, перед проигрышным окончанием войны и последующим какой-то фрагментацией или сегментацией России, даже теоретически, без обсуждения каких-то границ, чего-то еще подобного. Вот этот вот страх перед подобными изменениями, насколько стоит россиянам действительно, вот, насколько у них этот страх есть, насколько он рационален? Ну, я думаю, что все-таки, я бы другой термин, наверное, применила, все-таки не страх, а фобия, сопряженная с вот этим вот, вот этой больной формой так называемого патриотизма. А вот этот ультрабешенный, безумный, навязанный, искусственный, пластиковый, пластмассовый патриотизм, он при этом порождает вот эти все остальные вполне себе реальные чувства. Что вот это вот величие не должно, значит, позволить нам, россиянам, типа, оказаться в проигрыше. Лучше мы там будем терпеть все, что угодно, и нескончаемо долго, но не окажемся проигравшими. Потому что тогда вот эта вот пластиковая величина вот этого патриотизма вдруг превращается вот в тот самый пластик уже, да, окончательно. И поэтому, да, поэтому действительно это мы читаем часто в комментариях, там, будем идти до конца, что бы ни случилось. Опять же, насколько это люди говорят искренне, или это говорят какие-то там кремлевские, условно говоря, боты, тоже трудно понять. Потому что вот то, что считывают мои коллеги по оппозиции, оставшиеся пока еще в России и живущие, общаясь вместе там с своими соседями и знакомыми, но там уже такого ура до конца с шашкой на голо, чтобы там такого по ощущению в частных разговорах у магазина нету. Там уже идет такая вот серьезная усталость. Но если брать в целом и в общем, о чем вы говорите, а вот это вот, вот это вы назвали страхом, ну то можно иметь право это так назваться, но я считаю, что это просто вот издержки вот этого навязанного, ненастоящего, но при этом абсолютно гипертрофированного в своих проявлениях, которые государство создает этому всему, да, вот эту картинку оно создает, этого патриотизма в стране, ура патриотизма совершенно безумного. Ну вот оно вот как-то вот имеет такие вот круги по воде, оно пускает, безусловно, и вот оттуда уже вот как это мы можем, как это мы можем проиграть, как это мы можем там, значит, оказаться вот там, так сказать, под конем. Я думаю, что что с этим связано, но повторюсь, что картинка внешняя и разговор у магазина в каком-нибудь регионе, в городе, значит, небольшом, это совершенно две разные вещи сегодня тоже уже. Я думаю, россияне знаете, чего боят средний россиянин? Он боится, что он не сможет ипотеку выплатить или кредит за машину, он боится заболеть и потом не получить нормального лечения или вылететь с работы под этим предлогом, он боится там ментов, которые его могут в нетрезвом виде замести, там избить, ограбить и так далее. Вот, я думаю, что вот эти все политические страхи, они на десятом месте, или там на сотом даже, по сравнению с чисто бытовыми страхами. Понимаете, причем у кого-то многие же еще и рыло в пуху, да, там кто-то занимается подпольным бизнесом и не декларирует доходы, ну, так их огромное количество, кто-то криминалом каким-то занимается, кто-то взятки берет. И понятно, что тот же чиновник, ну, любой чиновник берет взятки. Ну, значит, так как выборочно бывает их сажают, мало, конечно, но бывает, то они, конечно, все сажают, боятся, что в какой-то момент они возьмут очередную взятку и, наверное, и тут накроют какая-нибудь бригада из Следственного комитета на горячем. То есть есть чему бояться без всяких там поражений. Понимаете, это все, вот эта вся уропатриотическая хрень, я прошу прощения, шелуха эта вся, она абсолютно на десятом месте вне поля какой-то реальной жизни, да, российской. Так что я думаю, что этого они, как я уже сказал, они даже об этом не думают скорее. Почему россиянам на самом деле не стоит бояться поражения России, а, не побоюсь этого слова, стоит стремиться к нему? Ну, я считаю, что бояться поражения в войне, которую вы начали незаконно, ну, здесь о чем все равно, как бы, как ни крути, о чем речь? Вы начали войну, не спровоцировано ничем, напали на чужую страну, убиваете людей. О каком вообще поражении может идти речь? Если напали на вас, и тогда вот надо нам поражение, не надо нам поражение, здесь можно рассуждать. Может быть, нам проще, там, значит, как-то меньше крови, там, ну, там, как-то пойти на какие-то... На нас напали, но, может быть, нам надо пощадить людей своих, а может быть, не надо, может быть, мы гордые, может быть, мы должны до конца, вот на нас напали, мы будем биться до конца. Тут совершенно противоположная ситуация. Вы напали на другую страну, вы ничего не защищаете ни от кого. Не было основания, не было причин защищения. И вопрос о поражении – это та самая шизофрения. Ну, та самая, да. Потому что вы просто должны прекратить это немедленно. Прекратить, совершать преступления, которые вы каждый день сейчас совершаете. Товорот не проигрыш. Это просто вот я взял и закончил совершать преступление. Завязал, знаете, там, да, криминальное. В криминальных кругах, по-моему, и так говорилось, что-то типа там. Я завязал. Вот. Вот так такая только имеет право на существование постановка вопроса, а не какая-то, не какая-то еще. А что касается всех остальных последствий, вот сейчас был тоже форум «Свободный России», да и все время ведется дискуссия. Лагерь оппозиционный еще разделен на тему, «Должна Россия развалиться», «Не должна», «Плохо это», «Неплохо» и так далее и тому подобное. Такая нескончаемая такая вот эта вот тема дискуссионная, ответ на который, конечно, ну, каждый дает свой, что называется. Те, которые хотят в Россию возвращаться, заниматься политикой, им кажется, что они еще смогут это сделать, когда-нибудь. А те, конечно, никакого развала страны и так далее. Или люди постарше, которые как ни крути, где-то у них там в одном месте Советский Союз, а нет, да да играет. И вот они тоже. Другие люди, многие достаточно считают, что Россия не перестанет быть империей, пока она как-то не видоизменится. Географически не поменяет там свои контуры, и тогда просто даже вот, так сказать, на выходе психологически уже будет другое отношение ко всему, да, и пропадет вот этот вот вечный имперский синдром. Учитывая атмосферу, которая сейчас все более сгущается в России, связанную со свободой слова, связанную там вообще в принципе с любыми свободами, стоит ли россиянам бояться того, что Россия, ну, постепенно превращается в такую большую Северную Корею, да, ну, там, 12 лет за пост в соцсетях, это, ну, практически уже сталинские какие-то настроения. Стоит ли россиянам бояться дальнейшего движения в эту сторону? Да, давайте вот разделим, чего стоит бояться россияне, и чего они реально боятся. И да, я сначала про Северную Корею. Большинство населения не боится движения в Северной Корее, я в этом уверен. Мы же можем даже посмотреть традиционно значительную часть россиян, ну, по крайней мере, в старшем поколении. Большинство ностальгирует до сих пор по СССР. То есть они, наоборот, скорее, и, кстати, симпатизируют ситуацию в Лукашинской Беларуси, да они, наоборот, скорее будут рады, если будет движение в Северной Корее. Единственное, что их раздражает в нынешнем режиме политическом, вернее, даже не политическом, а скорее в социально-экономической системе российской, их единственное, что раздражает, что есть люди, которые богаче их, что есть там сверхбогатые, есть какие-то люди, которые роскошно живут, а они как жили в дерьме, прошу прощения, в советские времена, так и сейчас живут, только сорт немножко изменился, а пахнет все так же. И, соответственно, они только рады будут, если будет Северная Корея. Так что этого не боятся. А теперь чего им стоит бояться? Им стоит бояться, и, конечно, им стоит бояться успехов каких-то возможных, не дай бог, путинской России и путинской армии. Почему? Потому что, если путинская армия не проиграет войну в Украине, она неизбежно будет продолжать свою экспансию, и неизбежно, опять-таки, столкнется уже в военном отношении с НАТО. А в результате этого путинская Россия не останется камня на камне. Просто, реально, совершенно. И вот именно этого россиянам стоит бояться. То есть они должны мечтать о скорейшем проигрыше в войне, потому что только это может спасти их жизни. Понимаете? Потому что если там они быстро проиграют войну, они не успеют попасть на фронт, не успеют НАТО нанести удары по российским городам, ну и так далее, и так далее. Что-то все закончится раньше. А если это не закончится, это будет эскалировать до столкновения с НАТО, и мы им тогда, где бы они сейчас не жили, но особенно в европейской части, да и в азиатской тоже, им тогда просто, как я уже сказал, камня на камне от их страны, ни от их домов не останется. Насколько в россиянах есть осознание и страх перед будущей зимой? Вся же Россия видела, что происходило в Подмосковье, вот эти замерзающие дома, сталакситы ледяные, да, и все остальное. И должно же быть по идее понимание, что деньги, которые могли потратиться на ЖКХ, всюду по всей России, они на самом деле летели в сторону Украины в виде ракет, баллистических и крыла. И полетят еще, снова мы в этом абсолютно уверены. Есть ли страх перед будущей зимой с тем состоянием ЖКХ, которое есть сейчас? Ну, каждые последние, по крайней мере, пару лет страх перед тем, как это все будет выглядеть, конечно, есть. Понятно, что в страну, в инфраструктуру сейчас вкладывается меньше, чем могло бы, из-за того, что идет треть трат бюджетных на войну. Сейчас вот то, что заложено на 25-й год, мы видели, да, там все эти цифры ужасно чудовищные просто. Поэтому, да, ну, как бы есть у людей ощущение, что надо будет как-то справляться своими силами, как они привыкли. Надеяться в этом смысле на себя. Где-то запаслись, если кто-то в регионах живет, там запасаются, естественно, тем, чем будут топить, протапливать свои дома, свое жилье в городах, конечно, более трудная история. Я, кстати, слышала, что там долго собирали деньги, капремонтный такой фонд был в России, типа вот старое жилье, там, чтобы ремонтировать, отчисления делали сами жители. И я слышала, неподтвержденная информация, но я считаю, что достоверная, если говорить об источнике, что большая часть этого капфонда, капремонта ушла уже тоже в пользу войны. Вообще не буду удивлен. Вообще никак не удивительно, безусловно. То есть вот тот самый капремонт, полуразваливший в Москве, очень много старого жилья, и аварийное есть, безусловно, потому что старых домов много, и никто их не будет ремонтировать, никто не будет заменять эти трубы. Эти трубы уже рвутся сейчас, когда наступает холода, естественно. Более того, сейчас уже и пытаться как-то устранять эти проблемы будет все сложнее, по мере того, как деньги забираются из вот этого нормального фонда, который рассчитан на то, который есть для того, чтобы помогать людям как-то жить, на то, чтобы помогать людям убивать. И поскольку это переориентир денег происходит, я думаю, что они понимают, что дима может быть непростой. Если Маткач как-то справится, другие города будут вообще труднее, как и было прошлой зимой. Поэтому, конечно, все непросто. Но возвращаясь к главному пункту, они выйдут и скажут, вы там охренели? Да не скажут. Ну не скажут. Ну вот как бы... Уже не ждем, да. Вот. То есть они будут справляться, будут умирать, наверное, от холода. Кто-то где-то как-то на них не выдержит, кто-то не сможет справиться. Ну вот это вот сегодняшняя реальность. Потому что наверху было отмечено галочкой. Да, мы поддерживаем Владимира Путина, что бы он не делал. Даже если бы они не ходили за него, не голосовали тем, что ничего не было сказано против, фактически эта галочка была поставлена. Мы поддерживаем то, что делает Владимир Путин. Все. Все. Тогда у вас не будет тепла, ну, значит, вы поддерживаете. В армии россияне, те, которые идут, вот, да, орки, которые контрактники, чего они боятся, а чего они на самом деле должны бояться? Ну, потому что там смерти они явно не боятся, да, судя по всему, и готовы свою жизнь отдавать там за 10, 20, 30 тысяч долларов и какие-то... И все, и больше ничего. Чего они боятся и чего они должны бояться? Нет, я думаю, конечно, смерти они боятся, смерти боятся все люди. Это даже... Скажем так, отсутствие страха смерти, это даже, скажем так, не признак ни ума, ни глупости. Это признак, ну, какой-то уже психически сильной патологии. Поэтому я думаю, что орки тоже боятся, в основном, кроме совсем сумасшедших отморозков, они, конечно, смерти боятся. Они просто по глупости своей не понимают степень угрозы. Просто по глупости. И потом еще есть такая привычка, опять-таки, российская традиция надеяться на авось. Авось пронесет. Вот она, причем эта авось, она сидит в башке как у последнего алкаша-орка, который там служит в какой-нибудь части, да, в мясном батальоне в каком-нибудь, так и у самого Путина. Понимаете? Да и у путинского руководства. Они все надеются на какой-то авось. Авось пронесет. Авось как-то утрясется. Авось не убьют, а денег заработают. Авось, это говорит Орк, авось сейчас придет Трамп и Украина нам сдаст. Авось в Украине, значит, люди устанут от войны и пойдут к нам на поклон. Авось трофронт рухнет. Не так они все вот эти уже воюют, на авось эти, сколько уже, два с лишним, два с половиной, больше даже года. Вот, все надеяться на какое-то чудо. Потому что понятно же, что при сохранении нынешнего статус-кво войну выиграть они не смогут. Они будут так захватывать деревню за деревней в течение лет тридцати на ее. Это же абсолютно бессмысленное существование на абсолютно бессмысленной войне. Зачем тогда они продолжают это? Привычка или все тот же авось? Ну, вы имеете в виду Орков или... Да, Орков, Орков, конечно же. Орки продолжают за деньги. То есть у них два, перед ними, знаете, у них простая сигнальная система в мозгу, да. Значит, есть некая приманка, да, а есть угроза. Приманка – это бабки, а угроза – это смерть или там увечья. Значит, приманка настолько сильна, настолько хочется бабок, что они временно закрывают глаза на угрозу, а, вось пронесет, и бегут за деньгами. Кто-то добегает, кого-то убивает по дороге. Вот, это так. Такая у них история жизни. Насколько россиянам нужно опасаться любого завершения войны с точки зрения возвращения домой всех этих Орков? Ну, мы видим, что уже сейчас явно растет преступность, множество преступлений. И, конечно, Орки, когда вернутся домой, там будет волна преступности мощнейшая. Этого, конечно, стоит россиянам бояться, но они, опять-таки, не боятся этого, потому что это слишком сложно. Они могут бояться только того, что, как бы, очевидно. Вот, например, условно, у них платеж там за ипотеку на следующем месяце, а денег нет. Вот это угроза. Или, ну, в таком духе. То есть, книги – простые вещи, понимаете? То есть, если вот сравнивать это с компьютерами с какими-то, то у них всегда не компьютер, а счеты. Да, знаете, опять-таки, у нас сегодня ностальгические воспоминания. Вы, наверное, помните, деревянные счеты. Конечно. Но в голове у значительной части населения России вместо полагающегося им биологического компьютера, как так называют уже человеческий мозг некоторые авторы, у них деревянные счеты. Страх перед ветеранами СВО, которые возвращаются. Возвращаются, снова совершают преступление, в момент ареста говорят, иду на СВО, да, как это, волшебная формула. Да, я иду на СВО, и тут же моментально наручники испаряются. Насколько страх перед ветеранами СВО у россиян сейчас ввели? Ведь это, по большому счету, люди, с которыми им приходится сталкиваться на улице каждый день. Да, но в основном они возвращаются в регионы, как я понимаю, все-таки, СВО зэки. И не зэки. В основном возвращаются, конечно, не в Москву, не в Питер, и небольшие города. Но статистика, она налицо, конечно. Они возвращаются, они дальше, там, еще есть вот этим ощущением, как им рассказывают собственного величия, что вы теперь новая элита. Они же, представляете, начинают думать такое, а не новая элита. Значит, а что такое элита в России? Значит, все можно. Вот им нельзя, а мне можно. А я новая элита. А вы что думаете? И все. И, соответственно, начинаются вот эти все чудовищные действия, прикупления. Я думаю, что страдают, конечно, страдают те, кто с этим соприкасаются, кто боится этого. Кто-то мне, кстати, даже рассказывал, что там, типа, какой-то дальний родственник этого человека говорит, что в нашу, ну, не деревню, деревня не осталась почти в России, в наш городок вернулся с СВО, через две улицы вот живет, все шарапаются, боятся, кто-то там чуть ли не переехал. Ну, реально вот обратная реакция той, которую эти ветераны, значит, войны, так называемой, ожидали. Очевидно. Потому что, ну, действительно, бегает, напивается, орет по улице, бегает, там, что-то всем угрожает. В общем, народ боится, его шарапается. Держит город в страхе. Общество, которое вот лишено такого перспективного взгляда и перспективного видения угроз. Насколько оно выгодно Путину и насколько оно встойко вообще, в принципе? Ну, конечно, в таком ситуации, в нынешнем состоянии, вернее, оно выгодно Путину, безусловно. Оно покорно, из него можно лепить что угодно. Да, но, конечно, оно ненадежно. Оно ненадежно. Никто за Путина впрягаться не будет. Если бараны, они понимают только то, что, скажем так, они понимают только язык лая собак и язык бубень или звон бубенщика на главном баране-провокаторе, который их ведет на бой. Они, конечно, никто не будет ступаться за Путина, безусловно. Вот как бы, может быть, как небольшая часть вот этих ура-патриотов, о которых я говорил, вот это меньшинство, может, она и будет ступаться за Путина, но те же силовые структуры, их быстро на место поставят после свержения Путина. Поэтому Путину нет надежды, что его поддержит население. Но надо сказать, это, в общем, судьба всех фашистских диктаторов, даже более популярных, чем Путин. Если мы вспомним, Муссолини же повесили за ноги у итальянских партизанов, никто не будет. Да, даже не союзники, а именно итальянские. Союзники бы, если бы он попал в плен американцам, англичанам, они бы, конечно, не стали бы убивать, они бы, скорее всего, усудили. Если сконцентрировать все то, о чем мы говорили, то получается, что единственная и самая большая угроза и для самого государства российского, и для каждого россиянина, в частности, это само российское государство, которое на данный момент исчерпало все варианты для продолжения своего существования. Судите сами. Великая и сильная Россия, читай империя, неинтересна никому из соседей. Идеал для Китая, для США, господи, да даже для Казахстана. Это Россия, как слабое, коррумпированное государство, источник ресурсов. В то же время, даже богатая, путинская Россия, не смогла стать по-настоящему сильной, чтобы реально противостоять этому тренду. Потому что коррупция, нереальные амбиции при слабой базе. Более того, сейчас Россия подходит к тому моменту, когда она перестает быть интересной даже тем, кто ее населяет. Чем более слабой будет центральная власть, тем сильнее будут центробежные силы в регионах. Только вот в этот раз, по логике, эти центробежные силы не оставят даже камня на камне от последних намеков на Великую Империю. И вот это, кстати, то, чего россиянам не стоит бояться. Потому что в этот раз Россию, может быть, наконец-то выбросит из замкнутого круга, по которому она вертелась последние более чем сто лет. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok